Почему не Чубайс, не Немцов, не Степашин, мне более-менее понятно. А вот почему не Примаков? Вот если говорить о 99-м годе, когда это решение принималось в июне, в августе, в сентябре. Для меня это до сих пор загадка. Для меня это до сих пор загадка. Я не исключал бы влияние семьи на Бориса Николаевича, но в конечном итоге это было решение Бориса Николаевича. Почему он принял именно это? Ну, вот то, что в прессе называют семья. То же самое Березовский, например. Юмашев, Дьяченко. Я думаю, что да, конечно. А как же, семья вообще всегда существует. А вы что, элиминируете влияние семьи на вашу деятельность вне семьи? Вы считаете, что его не существует? Вот даже обычного тривиального понимания семьи. Вот жены, детей, близких или людей. Я понимаю. Если вы понимаете. Да почему вы считаете? Почему? Он очень был дружен с Татьяной Дьяченко. Он очень был дружен с Юмашевым. Почему нет? Почему нет? Он мог запросто прийти в гости. Я не знаю, к президенту или нет, но к Дьяченко наверняка. Поэтому, безусловно, такой предприимчивый и умный, давайте называть вещи своими именами, человек, как Березовский, не мог не воспользоваться таким влиянием. И не мог не исключить влияние этого фактора на политику. Другой разговор, как он это использовал, позитивно или негативно, это другой разговор. И он ли был автором идеи о Путине или нет? Этого мы теперь уже никогда не узнаем, если только нам сам Борис Николаевич не расскажет. Или та же самая Татьяна Дьяченко. Но, во всяком случае, я думаю, что, скажем так, мы не можем знать это на верное, соответственно, и не можем исключить этого. Но, во всяком случае, мы твердо понимаем, что это решение принял Борис Николаевич. Другой разговор, под чьим влиянием или вовсе без влияния. Это другой разговор. Но Березовский же не может сказать, что это я принял решение назначить Путина президентом. Правильно? Он же не может этого сказать, потому что это вранье. Мы твердо знаем, что это решение принял Борис Николаевич. Вот находился ли он в это время в здравом уме и твердой памяти. Это другой разговор. Скорее всего, находился. Но когда Березовский говорит, что я влиял на принятие этого решения и в ту сторону, чтобы оно было принято, то мы не можем сказать, было это правда или нет. Но мы не можем этого исключить. Правильно? Потому что мы всего лишь сторонние наблюдатели. Уж мы-то в семью точно не входим. Ни вы, ни я. А вы бы хотели входить в семью? Хотел ли я входить в семью? Вот в ту семью, которая тогда, как сейчас пишут газеты, влияла на принятие решения. Нет. Во-первых, это было абсолютно невозможно. Во-вторых, нет, не хотел. Не хотел бы. Понятно, чем дело? Дело в том, что Слишком, 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 слишком это опасно. Слишком это опасно. Это не при том, что я трушу. Это опасность несколько другого рода. Это опасность своим субъективным восприятием российской, так сказать, действительности и предыдущего пути повлиять на объективный процесс ее дальнейшего развития. Ну, немножко утрируя, сказать, подменить собой Господа Бога, да? Все-таки мне кажется, что процесс принятия таких эпохальных решений, да, он должен быть менее субъективен. При всем при том, что, так сказать, в моем представлении, что Борис Николаевич на рубеже 99-го и 2000-го года принял скорее правильное решение, чем неправильное. Во всяком случае, мне сейчас так кажется. Может, мне через год будет казаться иначе, но сейчас мне кажется, что скорее правильное, чем неправильное. При этом риск принятия неправильного решения был очень высок. И я не хотел бы хотя бы на 10% участвовать в принятии этого решения. Потому что потом бы я себе не причстил, если бы это было неправильное решение.